И вторая ссылка ведет на наш учебный канал на YouTube. Сегодняшний вебинар тоже записывается, и его запись будет размещена на нашем канале. А сейчас на канале записано и хранится более 250 записей вебинаров. Так что милости просим на наш видеоканал и рекомендую вам подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всего, что там происходит. Ну и наконец, проанонсирую два следующих наших вебинара. Это завтрашний и послезавтрашний вебинары. Сейчас ссылку размещу в чате. Вот так вот. Вообще нынешняя и следующая неделя у нас полные. Все рабочие дни у нас проводятся вебинары. Так вот, 14-го числа завтра Дмитрий Кречман, компания «Гиперметод» проведет вебинар «Организация практикумов в системе дистанционного обучения и мобильное обучение». А 15-го числа, послезавтра, в четверг, Сия Бурнашева, наша сотрудница, сотрудница «Директ-медиа» компании, расскажет о нашем проекте «Инглиш Директ». Новый проект компании «Директ-медиа». Ну что ж, коллеги, а сейчас я передаю слово Юрию Николаевичу Вилоножкину, сегодняшнему спикеру. И он проведет сегодняшний вебинар. Здравствуйте, дорогие коллеги, привет, Павел. Пока Павел говорил, я подумал, что, пожалуй, «Директ-медиа», «Директ-академия» — это настоящий национальный портал медиаобразования, медиа-проекта в образовании, поскольку он открытый, бесплатный, он еще выдает сертификаты именные. Это очень мощное направление в нашей образовательной деятельности в России и не только в России, на мой взгляд. Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем ту тему, которую многие из вас уже слышали. Я вижу, много здесь знакомых присутствует, не буду называть поименно, но очень много знакомых имен я вижу сегодня для наших участников. Один из участников поднял руку вверх, это означает, что у него есть какой-то вопрос. Я хочу спросить, Ольга Евгеньевна, у вас есть какой-то вопрос или это случайно вы нажали на кнопочку «Поднять руку»? Это значит, что вы хотите выступить в прямом эфире с микрофоном. Если нет, так, фонит. Фонит, 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 фонит. Так, а сейчас, а сейчас фонит. Звук хороший, понял. Спасибо, Николай Николаевич. Итак, вы видите название сегодняшней нашей встречи, нашего занятия. Компьютерная анимация для педагогов. Речь идет, конечно, не только о педагогах общей образовательной школы, но и о преподавателях тоже. То есть педагоги, педагоги это на самом деле более широкая категория. Сюда же я включаю и сотрудников библиотек, которые обеспечивают, выполняют благороднейшую миссию для нашего учебного процесса, научного, духовного развития. Это тоже я сюда включаю. А также методистов, организаторов учебного процесса в корпоративных компаниях, организациях. В общем, анимация для тех, кто связан с обучением и с привлечением внимания. И мы сегодня рассмотрим уже знакомые нам системы. Я о них упоминал в прошлый раз. Видеост, а также совершенно новую систему, которая появилась буквально позавчера. Видеоробот. И у всех, у кого появятся вопросы, предложения по сотрудничеству, по приобретению, по получению этих сервисов для себя, изучения, вы можете связываться по электронной почте или через социальную сеть Facebook. Меня очень легко найти, Белородожкин, Юрий Николаевич. У нас слайдов всего будет два. Начальный и конечный, где вы будете задавать ваши вопросы. Я буду больше показывать, рассказывать и буду вас спрашивать вопросы. Итак, первый вопрос, друзья. Сейчас я хочу показать вам тот ролик, который, возможно, некоторые видели. С целью оценить, оценить. Ну, во-первых, я скажу сразу, трудозатраты на него совершенно минимальны. Я сделал только запись голоса. А вот технология, сам рабочий процесс, длился где-то 20 минут. Причем эту программу я видел впервые в жизни, честно. Я вот приобрел ее недавно. Она у меня есть. У меня есть право на реализацию таких роликов. По лицензии могу их реализовывать. В коммерческих целях, в любых целях. Но это другое. Главное, вызывает ли он у вас такое же ощущение, как у меня. Потому что, на мой взгляд, вот такой вот момент, такое решение, оно создает некое эмоциональное настроение. Но я могу ошибаться. Привет. Всем привет. Вот посмотрите, пожалуйста. Хочу сразу сказать тем скептикам, которых я очень уважаю, о низком качестве разрешения. Оно действительно здесь не Full HD. Но если заплатить дополнительную сумму, небольшую, то можно получить и Full HD в том числе. Тут я согласен. Все упирается в некие финансы. Небольшие, кстати, финансы. Во-вторых, здесь мы не увидим какого-то супервизуального решения анимационного. Все, как мы говорим, упирается в наш потолок. Вот у педагога он обычно невысокий. То есть возможность, вот этот потолок, он всегда есть. Да, хорошо, если у нас есть бюджеты, подразделения, специалисты, которые могут сделать высочайший уровень. Тут я не хочу даже не подвергать сомнению, не обсуждать. Я говорю о тех педагогах, это тема нашей встречи, у которых такой возможности нет. Но они хотели бы что-то усилить, какое-то свое видео решение, презентацию, какой-то проект с помощью какого-то визуального анимационного решения. И вот давайте посмотрим на это решение, после которого вы скажете, уловили ли вы смысл, для чего нужна вот такая анимация. Что она вызывает дополнительно, кроме каких-то текстов. Если готовы, смотрим и фиксируем свои эмоциональные состояния. Дайте пользователям новые способы взаимодействия с вашим продуктом, создав привлекательные голосовые и текстовые диалоговые интерфейсы, работающие с искусственным интеллектом. Соединитесь с пользователями в Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Messenger и других популярных платформах и устройствах. Используйте машинное обучение для понимания того, что говорят пользователи. Привлекайте больше аудитории, где бы она ни находилась. Dialogflow поддерживает Google и работает в инфраструктуре Google. Что означает, что вы можете масштабировать миллионы пользователей. На любой платформе, на всех устройствах, во всем мире. Итак, друзья, это был показ некой рекламы. Не идеальный вариант. Я скажу, это черновой вариант, там есть в начале дефекта. Я сейчас покажу его с самого начала. Еще раз оценить предмет. Это боты. Дайте пользователям новые способы взаимодействия с вашим продуктом. Создав привлекательные голосовые и текстовые диалоговые интерфейсы, работающие с искусственным интеллектом. Соединитесь с пользователями в Google Assistant, Amazon Alexa. Логотипчик сделан плохо, я знаю. Дайте пользователям новые способы взаимодействия с вашим продуктом. Создав привлекательные голосовые и текстовые диалоговые интерфейсы, работающие с искусственным интеллектом. Соединитесь с пользователями в Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Messenger и других популярных платформах и устройствах. Используйте машинное обучение для понимания того, что говорят пользователи. Привлекайте больше аудитории, где бы она ни находилась. Dialogflow поддерживает Google и работает в инфраструктуре Google, что означает, что вы можете масштабировать миллионы пользователей на любой платформе, на всех устройствах, во всем мире. Итак, мы с Павлом проверили техническую готовность воспроизведения ролика. Она была нормальная. Но мы не знали, что у кого-то прерывается. У Валерия Ивановича. Напишите плюс те, у кого нормально воспроизведение было, без прерываний. Вот. И минус у кого плохо. Оба раза все в порядке. Значит, друзья, вывод, вывод. Так, вот Игорь Владимирович, наверное, это были помехи какие-то. Не помехи, простите, а может быть интернет слабый. Это только одна версия. Интернет был слабый. Потому что надо знать причину. Понятно. Изображение часто отвлекает от смысла. Дайте пользователям новые, дайте пользователям новые способы. Вот, так мы нашли причину, что прерывание только из-за слабого интернета. Спасибо, Игорь Владимирович. Так, значит, действительно ролик насыщенный. Это, если говорить о минусе. Плюсы мы как бы видим. Вот мне, например, нравится то, что он так вот эмоционально говорит. Какие еще с точки зрения оценки результата? Воздействует ли он на наши эмоции? Дополнительно что-то создает? Или можно было бы просто слайды показать? Как вы думаете? Усиливает ли этот аватар? Какое-то дополнительное воздействие? Создает или нет? Ладно. Пока вы подумаете. Да, конечно. Так, очень хорошо, уместно. Так, теперь я покажу, дорогие друзья. Я негатив. Вот, видите? У нас будут крайние точки зрения. У одних позитив, у других негатив. Слайды не годятся. Аватар дает хорошее ощущение. Вот. Павел Олерьевич более тонко оценивает. Слайды вот эти не годятся. Это здорово. У рекламы и обучения не идентичные. Вот. Евгения Юрьевна смотрит Корень. Это не лекционный ролик. Это не учебный. Это вовлекающий. Это призывный. Прийти что-то, посмотреть. Это разные задачи. Отвлекает на себя. Отвлекает на себя. Вот. Но вот в то же время, в то же время, как бы, общее мнение. Ей уже понятно, друзья. Давайте жестикуляться нормально. Слайды со звуком. Лучшие изображения. А, Юрий Валентинович, я вас тоже помню хорошо. Вы абсолютно точно видите вот эту гармонию между смыслом и действием. И оно, наверное, относится к учебному процессу. Туда. Эмоциональное воздействие. Так. А вот для рекламы, Павел Ларисович, вот видите, мы четко говорим, есть понятие учебного процесса или учебного видео. В учебном процессе, в учебных целях, там другая динамика, другая скорость, да, восприятие, другие моменты. А в рекламе, она же рассчитана на 5-7 секунд. Если через 7 секунд человек ушел и не смотрит, все, реклама не работает. То есть, реклама должна захватить, он всего длится, этот ролик, 55 секунд. Даже это длинно. Для рекламы даже это длинно. То есть, он должен до конца что-то рассказывать, привлекать внимание для своих задач. Сейчас я покажу экран. Так, пошли дискуссии. Товарищ представляет. Вот, Надежда Богдановна, я вас тоже. Вот почти все знакомы. Это инструмент у настоящего художника. Да, да, конечно, конечно. Итак, вот я сейчас, не знаю, видите вы мой экран или нет, я вам показываю нашу группу. Только что я включил в нее 63 участников, профессионала дистанционного обучения, где мы обсуждаем эти моменты. Они спорные. Тут еще пока нет такого точного, научно обоснованного там канона, который должны все исполнять. Это мы с вами вместе вот в этом сообществе ищем зерно истины. Ищем грани условия применения. И вот я вижу, вы видите, здесь публикуют коллеги разные свои решения, в том числе и я. 12 часов назад разместил, вот сегодня 13 число, опять 13, опять вебинар мой. И я рассказываю о новинке, где я обещал воду брать свою. У меня ее не будет, имея в виду, у нас будет только практическое, аналитическое решение. Никаких общих слов. Вот я признаю, что тут есть дефекты. И за 12 часов вот столько было лайков. И пошли интересные вопросы, которые говорят о том, насколько это обосновано. Вот Александр Мельничук из Украины спрашивает, что за софт. Отвечаю, друзья, вы сейчас тоже спросите. Это видеоробот. Это сервис. Он платный. Он платный. Я не рекламирую. Но если вы хотите попользоваться, вы можете его приобрести сами за примерно 2000 рублей. И возвратить. Там гарантированная система возврата. Не нравится, написали возврат, рефант. И вам возвращают в течение 30 дней. Это интересно. Вторая коммерческая сторона или денежная. Если кто хочет со мной объединиться, пользоваться, пожалуйста, сообщайте. Я сообщил свой контактный адрес в самом начале специально. Мы можем объединять наши коммерческие, финансовые интересы вместе. И решать их вместе. Так выгодно. Другой вопрос. Почему в закрытой позе? Когда он вот так вот стоит, это закрытая поза. Это Лиза Самородских. Умнейшая девочка. Спрашивает вопрос. А другая. Вот кандидат наук, филолог, педагог. Сусанна Шалова. Она говорит разные жесты, разные позы. Я отвечаю, что пусть специалисты, которые сделали этого аватара, а там профессионалы, пусть они думают за меня. Мне уже о позе, педагогу, думать некогда. Мне нужно решать мою задачу. Контентовую, содержательную. А он пусть уже работает. Это моя точка зрения. Вот записываются коллеги. Хвалят. Круто. И я отвечаю на вопрос, что экономия на сотни и тысячи процентов. Для классического способа создания роликов в студии, это будет дороже на сотни и тысячи процентов. Вот тут хвалят, хвалят. И вот мы начали. А история, если вы помните, вот здесь я покажу, напомню. Мы уже показывали это. Вот эти аватары, это другая была система. Там не было такого синхронного движения губ у аватара. Хотя тоже было эффектно. И вот все равно я вижу, что 76 лайков, реакций позитивных на такое решение есть, друзья. То есть мы видим, что для педагога это, с одной стороны, может давать эффект дополнительный. С другой стороны, это недорого. Вот эта вот золотая середина. Мне очень интересно, я хочу обратить ваше внимание и посмотрю, что вы здесь комментируете. Какая цена? Две тысячи рублей. Это за рубежом находится. Кому нужно, подробнее напишите. Сейчас я не хочу рекламировать, а только информирую. Вот этот стоит где-то две восемьсот. Две восемьсот. Кому надо, обращайтесь еще раз говорю ко мне. За небольшую сумму, в пределах двухсот-трехсот рублей, я каждому из вас сделаю. А женщинам, через дня восьмого марта прошедшего, как я обещал, я могу сделать то, что сейчас покажу, в качестве подарка бесплатно. А лучшим сегодняшним, трем лучшим сегодняшним участникам, кто будет проявлять самую высокую активность, я также сделаю бесплатно, я имею ввиду представителей сильного. Есть, например, учебная презентация. В конце вопросы со ссылками на слайд. Там, где вопросы и ответы мог бы поселиться аватар, он мог бы дать оценку этому ответу. Затем активировать ссылку на правильный. Ну вот, вот, Евгения Юрьевна, давайте свяжемся отдельно и потом покажем коллегам, что из этого получится. Хорошая, очень конструктивная идея. По-моему, весьма эмоциональная и эффектная. Тогда слайды начинают приобретать новую жизнь. Тогда к делу. Становится скучно. Да, ближе к делу. Переходим к делу. Переходим. Итак, друзья, я показываю, как работает система Видеоз более подробно. Вот она состоит. Да, показываю. Нет, показываю практическую. Практическую. Прошу прощения. Чтобы начать двигать мышки, показывать практические действия, нужно было понять, для чего мы это делаем. Система Видеоз – это первая система, которая доступна любому педагогу. Посмотрите, как она работает. Здесь, с одной стороны, находятся видеотемплейты. Готовые шаблоны, друзья, которые вы можете вставить в ваши видеоролики, в ваши презентации под какой-то конкретный сюжет, эмоциональный. Мы уловили, что эта эмоция может быть. Как работает, показываю практически. Нужно навести на один из темплейтов и посмотреть его визуальное решение. Вот так выглядит этот фрагмент, когда взрывается что-то на зеленой ткани. Вместо зеленой вот этой ткани, хромакей, можно вставить какую-то картинку. Это, допустим, какое-то здание или какой-то слайд. И вот он на глазах рушится, и вы вставляете туда свой текст. Это один темплейт. Ничего не видим. Друзья, так, ничего не видим. Еще раз, скажите, пожалуйста, вы видите мой экран? Так, видят. Я показываю свой экран, друзья. Вот это вот темплейт с зеленой тканью. Отлично. Вот этот темплейт, образец, как может выглядеть какой-то миксер. Давайте вам показывать, это так называемые переходы, подписи на ваших слайдах, когда кто-то говорит. Для того, это вот такая реклама, следуйте за нами. Вы просто редактируете эту болваночку своим текстом, в том числе и на русском языке. Или размещаете свой логотип. Вот такая коротенькая перебивочка, как говорят медийщики, она создает ощущение театральности, художественности, настроения. Идем дальше, рассмотрим группу интроса. Это введение, вступление. Прежде чем вы начинаете какой-то свой фильм, какой-то показ, вы можете вставить какой-то ролик. Ну, например, вот такой планета Земля. Запускается изображение земного шара, какая-то мощная такая космическая музыка и текст, который вы там ставите с названием своего проекта, например. Или на телефончике что-то изображается, вот такие вот моменты. Давайте какой-нибудь из моментов быстренько отработаем практически, чтобы увидеть, что преподаватель, педагог, у которого нет времени, нужно сделать быстро, он может это сделать быстро и красиво. Ну, какой-нибудь момент давайте вот хотя бы с теми же телефонами и посмотрим практически. Итак, вот здесь вы видите шаблон. Это будет ролик высочайшего качества, на котором будут расположены телефон, а на нем какая-то картинка. Вы загружаете эту картинку вот этого размера, вот эти картинки вы загружаете, оплот, а в конце здесь пишите текст. И все. Когда вы это сделали, причем тут отдельно, первый заголовок, первый под текст. Заголовок, один маленький текст. Все это заполняете, нажимаете отрендерить видео и вы получаете через какое-то время MP4 ролик. Вы можете его вставить куда хотите, в свой фильм, если умеете делать монтаж простейший. И даже свою презентацию там тоже, он будет работать. Посмотрим, какие же там еще есть в принципе сюжеты, чтобы вы могли мне написать и сказать, я хочу вот этот сюжетик. Вы даете ваш текст, я вам высылаю такой MP4. Итак, в качестве интерсов, это группа интерсов или введений, могут быть вот такие вот разного рода решения. Какие-то текстовые заставки, спортивные зимние игры с каким-то текстом. Это вот посмотрели. Теперь посмотрим более интересно, где 102 готовых сюжета, группа под названием Live Action. Посмотрим, как они работают, я уже показывал. Это раньше, сейчас показываю саму технологию. Вот, допустим, вы выбираете такой вот сюжет, template, где некий, давайте я сделаю побольше, некий человек, актер, это актеры, что-то делают. А вот здесь в зале, в зале, это какой-то зал, какая-то галерея или выставка, размещено ваше изображение, хорошего качества, 2024 на 2048. Вы размещаете его здесь, второе изображение, третье изображение. Вот такие изображения вы размещаете туда. Ну, например, что угодно фантазируете. Ребенок получил пятерку, и вот фотография, вот он так вот. Здесь что-то еще, тут что-то еще. И вот вы это разместили туда и создаете ролик. Что это значит? Вот эти люди, посетители, идут по залу, о чем-то говорят. Они перекрывают корпусом тела, вот видите, перекрывают ваше изображение. То есть полная иллюзия нахождения где-то в какой-то галерее, которые рассматривают какие-то изображения, а может быть схемы, а может быть... Кандидатов в президенты Российской Федерации, вот они рассматривают. Вот другой вариант, когда тоже лектор, актер, якобы что-то объясняет. Сзади играет фоновая музыка, он говорит, вот, друзья, мы рассматриваем. Как библиотека такая, телекафедра такая, добилась невероятных успехов, давайте похлопаем. Вот они хлопают. Такая маленькая миниатюрная заставочка, создающая настроение, создающая иллюзию, когда вы не можете поехать снять камеры, а прямо сразу раз и получили результат. Вот здесь может быть не только изображение, там может быть и видео. Вот здесь может быть вставлено видео. Например, идет какая-то конференция или ребенок что-то там творит, создает, а вот эти люди анализируют. Вот такие уже визуальные конкретные решения. Сейчас мы рассмотрим с вами уже ситуации, для чего может что-то применяться. Вот, например, здесь человек что-то на ноутбуке решает, а на экране этого ноутбука находится ваше изображение или ваш ролик. Здесь тоже самое, только девочка сидит дома. Вот это вот неплохо, когда на стене висит, допустим, картина какого-то человека интересного. Например, директора школы или там лучшего ученика или какая-то грамота висит. А эти люди что-то там работают, такая ситуация. Вот это вот по химии интересный сюжет, когда девочка, лаборант что-то смешивает в пробирочке. И вдруг в этой пробирочке появится ваш объект. Ну, например, какая-то картинка с каким-то смыслом. Вот, появляется, она смотрит и вдруг у нас на глазах появляется какая-то картиночка. Вот эта картина, сюжеты больше связаны с ресторанным бизнесом. Вот тут кофе, какая-то атмосфера на этой кружке кофе, чашке кофе. Какой-то логотип вашей компании, приходите к нам на вебинар, у нас приятная беседа. Здесь тоже самое, только кружка с вашим логотипом. Различные сюжеты. Вот тут уже вы просто выбираете сюжет под свою задачу. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран достаточно хорошо, слышно ли меня. Напишите три плюсика, если видно. Так, продолжаем. Продолжаем. Здесь пошли другие сюжеты. Вот, например, например, так сейчас они... Тут очень просто, когда вы захотите получить подарок, вы просто связывайтесь со мной, и мы вместе выберем тот сюжет. Они все рассказывают, который вам нравится. Вот, например, валиками что-то закрашиваю, появляется картина, изображение там. Что-то там на стене, дети вот нарисовали красочками. Здесь художница на мольберте рисует картину, тоже которую вы захотите. Например, тоже какой-то победитель, какой-то человек. Вот, художники рисуют портреты с этого человека. Вот такие сюжеты. Здесь вы можете изобразить, допустим, вы издали какую-то книгу, вы хотите ее продвигать, какое-то издание. И тут появляется ролик. Девушка лежит на диване, читает книгу. А обложка книги та, которую вы разместили. Например, биография великих людей, там, или другая какая-то книга, или математику читает она. То есть, вот это привлекает внимание, создает некую иллюзию вовлеченности. Вот этот вот сюжет, они везде годятся. Тут же можно не только коммерческую, тут можно свою книгу, какое-то издание по истории, там, какого-то дела. А вот здесь девочка рисует карандашом некий образ, который вы вставите. Например, логотип вашего мероприятия, конференции или что-то еще, как будто бы она нарисовала. Это более такие уже технологические голограммные эффекты. Здесь появляется девушка, нажимает на кнопочку и выходит некий образ, который захотели выбрать вы. Ну, например, посвященный научным прорывным направлениям вашей презентации. Тут уже знакомый, вот уже она с журналом лежит. Обложка этого журнала включает ваше изображение. Вот покрупнее эта книга, более наглядно. Тут связано с фитнесом, со здоровительными какими-то практиками, где появляется тоже некая схема, некое изображение, некий логотип. Может быть, это название спортивной секции, что-то еще. Еще разные есть сюжеты, которые вы можете, я сейчас дальше не буду сейчас останавливаться, хочу успеть показать про новое решение. Вот они тут телевизор смотрят, массажный салон на спине у девушки, татуировка с вашим изображением, на майке изображения и так далее. Скажите, пожалуйста, все ли вам удалось понять по этой системе Видеоз? Это называется Видеоз, создание коротких видеозаставочек, переходов. Хорошо, значит, вы уловили идею. Первый вывод – это процесс, в первую очередь, творческий, найти творческую идею. А второй вывод, как мы с вами видим, это недолго, это быстро. Тут подставляешь просто свои какие-то изображения. Да, изображения должны быть хорошие. Вы подставляете и получаете то, что нужно. Переходим к следующему моменту, к следующей системе. Так, это называется система Видеопилот. Видеопилот. Ну, давайте я ее сейчас пущу в режиме записи. Видно ли экран Видеоробот сейчас? Я показываю Видеоробот. Видите ли вы его сейчас на экране? Вот, теперь я перехожу от показа экрана к записи. К записи. Я сейчас включу эту запись и спрошу, слышно ли вам. Вот, пошла мышка в записи. Вот, ходит мышка. Видите ли вы ее? Движение по экрану. Next step. Ага, пошло. Вот, появилось. Друзья, сейчас я уже показываю запись. Давайте начну сначала. Тут звука нет. Тут будет мой голос живой. Я показываю свою запись. Новая система Видеоробот. Предназначена для исполнения различных видеорешений, в том числе и говорящие 3D аватары. Для начала выбирается группа этих решений. И мы видим образцы. Мужские и женские образцы готовых аватаров. Говорящих аватаров с готовыми уже скриптами, подсказками, текстами на английском языке, которые можно посмотреть, как они работают в миниатюре. Вот, видите, я тот же самый аватар взял. Вы выбираете аватара по образу, по смыслу, подходу для себя. И потом просто представляете себе, что вы редактируете вот эти тексты. Голос, который он говорит, название своей компании, цифры. Вы можете взять готовые шаблоны. То есть это очень быстро. Уже анимация вся выстроена. И это был первый этап. Выбрать аватара. Вот с такими вот симпатичными какими-то там медиаэффектами, анимационными эффектами, где ничего уже конструировать не надо. Уже все сделано. Нужно просто выбрать готовый, похожий некий образ. Вот несколько страниц. Они отличаются по направленности. Но тут есть и коммерческие. Да, есть и коммерческие. В основном это коммерческие. Но мы можем сказать, что если убрать все вот эти рекламные, прочие моменты, оставить только аватары, какие-то слайды, то мы можем рассчитывать, что получим и учебные решения. Не рекламные, а учебные. Но с элементами вовлечения, вовлеченности, эмоциональности. При нашем потолке, о котором я часто говорю, наш потолок, наши возможности, они ограничены. Да и время ограничено. То есть педагог может рассчитывать на помощь вот таких готовых, быстрых решений. Что? Да, женские аватары тоже есть. Спасибо за вопрос. Они тоже есть. Я показываю мужчин, потому что, во-первых, больше женщин среди нас. У нас около две трети это женщины. Вот в группе точно. А другая треть это мужчины. А женщинам чаще нравятся, наверное, мужчины. Как бы вот я вот так рассуждаю. Но это не важно. Вот, пожалуйста, туристическое агентство, образ, рекламирующие какие-то заказы, бронирование каких-то компаний. Да, для женщин это, да, совершенно верно, Юрий Валентинович, все можно не только редактировать, можно вместо этого аватара разместить себя, любимого. Вот, как я показывал вначале, записать на камеру, если есть, конечно, видеостудия, хороший свет и туда вставить. Я, например, дома умею это делать. Вот, выбрали аватара. Или можете загрузить свой файл и фильм из своего собственного изображения. Следующий шаг, это что он будет говорить. И здесь уже для многих знакомая технология. Появляется здесь возможность еще добавлять фондовую музыку или исключать эту музыку. Выбирайте готовые какие-то шаблоны музыки. Причем легальные. Вот уже спрашивали насчет легальности изображения музыки. Здесь все легально. Выбирайте язык, в том числе, например, русский, турецкий, румынский. Разные языки тут есть. В том случае, если вы хотите, чтобы ваш текст озвучивала машина. Такое тоже иногда бывает. Выбирайте голос мужской или женский. И вот тут есть интересная вещь. Готовые скрипты для тех, кто занимается продажами. Тут есть из коммерческой деятельности, из коммерческих организаций. Готовые скрипты. То есть типовые, шаблонные, продуманные фразы для решения какой-то задачи коммерческой. Тут и ветеринарные и прочее. Да, пожалуйста, связывайте со мной. Я вам подскажу, что делать дальше. Сейчас я тоже показываю на кнопке. А вот смыслы вы уже сами додумываете. У меня нет времени сейчас смыслы все просчитывать. Вы пишете свой текст. Прослушивайте, как он его говорит. Обычно говорит неплохо, но иногда ударение ставит неправильно. Это, наверное, что-то с интернетом. Продолжаю. Самое интересное, на мой взгляд, решение – это все-таки запись своего голоса. Я тут ее проскочил. Давайте вернусь назад. Вот здесь вы можете заставить компьютер озвучивать ваш текст на русском языке. Прослушать, если не нравится, переписать или записать свой голос. Нажимаете на запись и говорите. Прямо здесь. Если у вас есть микрофон, прослушивайте. Но тут я записал всего 2 секунды в этом варианте. Так должно быть. Будет больше. Предпоследний шаг. Вы выбираете логотип своей компании. Или готовую картинку. Или загружаете свою картинку. В ролике может быть логотип. Если вы хотите. Или ваш университет. А здесь или с правой стороны, или с левой. Это Google переводчик так переведет. Не пугайтесь. И выбираете задний фон. Вот я, например, взял зеленую ткань, положил туда. И потом отредактировал. Там поместил свои слайды. Это тоже хорошо. Или вот такую готовую легально бесплатную картинку можно отсюда брать. Хотя есть и масса других ресурсов, где можно бесплатно брать изображение. Уже спрашивали? Есть ресурсы, где бесплатно можно официально брать и использовать без нарушения никаких. Все. Выбираете картинку или загружаете свою, если она у вас есть. Или даже видео. То есть динамически какой-то. Вы в зале стоите, люди ходят. И вы там что-то говорите. И вот последний шаг уже редактирования. Здесь вы можете посмотреть, что у вас получилось. В данном случае это английский шаблон. Вы можете отредактировать по карандашику. Задний план смогу поменять, если не понравился. Вы можете свое что-то вставить. Все еще раз говорю, это вот здесь легально делают. Дальше вы можете... Так, ну тут уже... Уже понятно, что задний фон можно вставить. Ну вот зеленый фон и зеленые буквы здесь нехорошо. Контактная информация тоже допил. И вот эти все вот тексты вы меняете на свои, дорогие друзья. Что хорошо? Вот поступление в ВУЗ. Важное решение. Где продает не финансовые инструменты, а предлагает в приемной комиссии ролик, посвященный поступлению в ВУЗ. Посмотрите предварительное решение. Вот цвет можно поменять. Все делается легко. Тут же проигрывается. Вот у вас создается промо-ролик. В том числе и для образовательной организации. Самого этого аватара можно вот так вот по карандашу подвигать, переместить, увеличить и закрепить. И он будет уже в другом месте. То есть все это легко. Вы можете добавить свой текст. Разместить его дополнительно где хотите. Изменить цвет. Это, по-моему, ничуть не сложнее, чем работа в Верде или в Пауэрпойнте. Даже еще и проще, на мой взгляд. Тут изменить цвет. Все это очень-очень просто, дорогие друзья. Потому что деньги, это функция времени, трудозатрат. Вот не там разместилось. Можете снова нажать по карандашику и отредактировать. Вот он не там стоит. Теперь, это что касается еще раз. Вот просили показать нажатие кнопок. Я показываю, как эти кнопки куда нажимаются. Это изменение размера. Все очень знакомо. И вот эта легкость по нажатию кнопок как раз и создает, на мой взгляд, ощущение полета у педагога или у того, кто разрабатывает эти материалы. Он думает о том, что можно сотворить. Вот это вот добавление аутро или завершающего элемента. Например, вы хотите, чтобы после ролика была какая-то призывная надпись, нажмите сюда для подачи заявления на поступление на наш факультет. Кликнуть здесь. Можете поменять цвет, написать текст, перевести. То есть уже готовые некие шаблоны, которые вы просто переначиваете под свой смысл. Что такое элемент интерактивная доска? Это когда некая рука что-то пишет. Вы видели интерактивная доска. Пишет. Или рука вытягивает какой-то анимационный тоже текст. Или показывает пальцем вот сюда. Вот эти анимационные интерактивные элементы. Когда рука что-то там преподает. Продолжение следует... Раз, два, три, звук пропал. Юра. Продолжение следует... Алло, друзья, друзья, друзья. Алло, я вернулся. Я здесь. Слышно ли меня сейчас? Спасибо. У меня почему-то появилось сообщение, что связь потеряна. Я перезагрузил. Хорошо. И я продолжаю показ. Сейчас я... Так, это уже вы видели. Четверо назад. Вот вы написали свой текст. Появилось какие-то стрелочки вниз. Это называется аутро. Интерактивная доска. А, вы уже... Я уже успел рассказать, по-моему. Выбирайте готовый. Но там, где стоит замочек, надо доплатить. Я хотел сказать, что мы можем по-дружески с вами копирироваться по использованию этого продукта. Лицензия это позволяет. Так, различные текстовые эффекты. Вот то, что там накручивается. То, что Юрий Валентинович критиковал слишком много. Это можно добавлять или удалять анимационные элементы, кроме аватара. Так, ну и что тут еще? Вот вы, повторяюсь, редактируете готовый, создаваете там свое что-то удивительное. И в конце... Да, а вот здесь внизу вы выбираете элемент и задаете диапазон. Вот это зеленый диапазон. То время показа, которое будет. Время и место показа. То ли анимации, то ли чего еще. Вы меняете вот на этой шкале. То есть они не одновременно появляются, а именно тогда, когда вы захотите. И тут же смотрите, как это выглядит. Увеличиваете, уменьшаете. Он тут же пересчитывает. То есть никакой программы скачивать не надо. Никаких дистрибутивов. Это работает в любом месте. Вот пример, как палец тыкает по какому-то тексту. И вы решаете свою задачу. Так, другие элементы могут быть полезны. Конечно, только я не понял, какие именно. О каких именно. Тут речь, конечно, идет о сочетании. Того, что вы хотите. Вы выбираете шаблон. Лишнее удаляете. Нужно редактируете. Шкалы вот эти вот меняете. Можно даже студенту или лаборанту сказать. Мне надо вот так, 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 так. И он сделает. Может этим не заниматься. Или со мной договориться, связаться. Я вам там за 200-300 рублей сделаю то, что вы хотите. Кроме подарка. Если это подарок. Сделать какой-то такой вот красивый, захватывающий. Почему я говорю про деньги? Потому что это тоже работа. Это тоже надо тратить время. Не потому, что я хочу на ком-то заработать. Это надо сидеть и заниматься изучением. Так, друзья. Ну, я надеюсь, мой экран было хорошо видно. Сейчас я его попробую включить еще раз. Рабочий стол. Так, видно ли мой рабочий стол сейчас? А, нет. Тогда я его включу. Хотя у меня включено, что он вроде как горит. Так, сейчас я выберу. Вот. Вот сейчас видно ли рабочий стол? Да, хорошо. И я вот видеоробот снова вам покажу, как он выглядит. Такую, так сказать, финальную стадию. Вот этот видеоробот, который может... потребует логин, пароль. Вот так он загружается, интерфейс. Ну, с учетом того, что идет вебинар. Какая-то скорость забирается. Вот, 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 вот. Вот такой интерфейс. Да, на английском языке. Вот, создается видео. Вот мой профиль. Так, а, и вот мои видеосы. Вот мои образцы, которые я создал. Что хорошо, каждый из них можно не только скачать себе или просмотреть тут, но и можно его всегда отредактировать. Вот это очень интересно. Вы можете эту работу совершенствовать до бесконечности. Ну, вот такой вот ролик я еще хочу просмотреть вместе с вами. Ну, он сейчас подтормаживает. Я знаю почему. Потому что идет вебинар. Вот еще один вариант, который вы, наверное, не видели, но который может хорошо быть применен для решения каких-то ваших задач, каких-то ваших мероприятий. Давайте-ка я покажу, что там было особенного. Включу еще раз режим edit, редактирование. И вот вы можете в готовом уже аватаре поменять человека, образ. Дальше, следующий шаг. Вы можете изменить что угодно, прослушать свой звук. Вот этот звук, который я записал. Поступил вопрос от Олеси Ивановны. Можно скачать и показывать без наличия. Да, Олеси Ивановна, вот теперь давайте побольше страшных вопросов. Я попробую все-таки камеру включить. Страшных вопросов в завершении. Надо же вам какие-то подарки сделать. Вы можете свой ролик показывать, запускать со своего компьютера. MP4 запускается без интернета. Или на телефон можете его записать, закачать. Планшет, он будет работать без компьютера. В том числе и в презентации. Все вы в интернете качаете видео. Да, 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 да. Да, да, да. Вы этот ролик можете просматривать и без интернета. Но само редактирование, это же веб-интерфейс. Редактирование, использование требует интернета. Давайте еще вопросов пострашнее. Давайте-ка поговорим еще про педагогическую полезность. Какие у вас мнения возникли с точки зрения эргономики и труда затрат. Мне кажется, это просто классное решение. Не знаю, как вам. В месяц, Галина Васильевна, это вечная или пожизненная покупка на всю жизнь. Вы один раз оплачиваете, получаете на всю жизнь. Это не аренда. Можно ли на другие платформы. Ролик работает на любых. Готовый ролик работает на любых платформах. Эта система работает и на Macintosh, и на Windows, и где угодно. 77 месяц? Нет. Это 2000 рублей одноразовая оплата. 2000 рублей. Не помню, сколько это долларов. 26 долларов, кажется, она стоит. У меня в курсе короткие ролики. Конечно, короткие. Вот если я, например, догадываюсь, чем вы занимаетесь, Светлана Владимировна. Короткие ролики. Кроме того, кроме видеоролика, есть еще так называемый аватар, который живет вне ролика на странице. У меня были об этом прошлые вебинары. Открыли курс, а там в уголочке стоит аватарчик. Прямо поверх вашего курса. Нажимаете по нему, и он говорит, обратите внимание, что в этом курсе есть вот это и вот это. И все. Он обратил внимание, и опять сидит дальше. Нет. За 2000, коллеги, я сейчас не хочу заниматься этим. Вы напишите мне ваши вопросы, я вам подробнее отвечу. Вот моя почта. Вот моя почта. И я отвечу вам, проконсультирую вас более подробно. Во-первых, это не всем нужно. Вот мои контакты. Не всем нужно. Во-вторых, я не хочу заниматься рекламой чужих продуктов. Для начинающих. Да, спасибо, Игорь Владимирович. Конечно, не будет хватать. И когда вы придете к вашему декану или к ректору и скажете, я хочу, я предлагаю. Он спросит, ну и что? А вы ему скажете, а у нас есть база, у нас есть наработки. Но видите, они такие вот скромные. Ведь, чтобы что-то дали, нужно что-то понести. Я не имею в виду взятку там. Я имею в виду какие-то наработочки. Нравится студентам, повышает активность. То это вчерашний день, нужно более высокое качество и так далее. Вот, вот, то есть, вот на примере Игоря Владимировича, я знаю точно. Когда ты что-то приносишь, наработочки, вот я стараюсь, вот я показываю. Но мне не хватает, вот оно нравится, а можно лучше. Тогда да. А когда просто приходишь, а я хочу. Ну, тут очень тяжело. Бесплатный аккаунт имеется, типа пробника. Нет, Олеся Ивановна, нет. Поэтому я говорю, я вам делаю подарок и делаю хорошее предложение. Кому надо, обращайтесь ко мне. Я вам помогу, вы сможете почувствовать вместе со мной более подробно. Вставить, ведь у каждого своя задача. Кто-то в школе работает, кто-то в библиотеке. И когда вы свою задачу вот увидите, как блеснете, тогда у вас появится, и у окружающих появится понимание крутости, эмоциональности. Вот что-то новое, что-то такое вот завораживающее. И в то же время легкое, новое. Ведь мы же хотим, чтобы нас замечали, запоминали, чтобы было эмоционально. Вот о чем речь. Ну что, друзья, мое время вебинара всегда час. Я свои задачи, мне кажется, выполнил. Я показал вам инструменты, я показал вам решения. Я показал, что это все можно легко по карандашику редактировать, писать и делать то, что надо. То, что вам надо, друзья. Вот, пишите свой текст, название, просматривайте, и все тут же будет на лицу решаться. Я жду ваших вопросов на почту. Обращайтесь. Обращайтесь. Надеюсь, что вам было что-то интересно. Я вижу, какая реакция в Фейсбуке. Нравится людям, хотят они этого. Я думаю, что это за этим будущее. Что это соответствует нашим возможностям, нашим талантам. Потому что наши таланты не полностью использованы из-за того, что наши возможности иногда невысокие. И вот благодаря этим решениям наш талант начинает работать, по-моему, более ярко, более эффектно, более эмоционально и в итоге более результативно. Я должен сегодня поощрить, наверное, Павла Валерьевича Герасимова. Я давно знаю, и вот вы видите, он сегодня, Павла Валерьевич, вы можете заказать. Мы соберемся вдвоем и сделать свой аватар. Вот вам мой будет подарок. Дальше. Кондратьева Светлана Владимировна. Откуда я вас помню и знаю? Не запомнился вопрос еще. Так, ну, женщин я исключаю. Все женщины и так уже автоматически с подарками. Обращайтесь ко мне, я вам сделаю то, что вы хотите. Из мужчин надо еще кого-то. Кого-то еще. Не вижу. Так, Игорь Владимирович, подарок, если надо, сделаю аватарчик, какой нужно и по дружбе, и за активность, потому что действительно важность первых шагов, она неоценима, чтобы достичь чего-то еще. И третий, третий победитель сегодня из мужчин, я пока не вижу, в основном были активные женщины, а вот Юрий Валентинович Тихомиров, если вам также, вот вы тоже призер за активность, за отличные, умные, глубокие, такие важные, полезные вопросы, вы также можете бесплатно обратиться. И я вам сделаю некое тоже видео презентации, если он у вас, или в вашей презентации, в презентацию ставить что-то такое необычное. Не знаю, что вы ведете, не помню точнее, пожалуйста. Я знаю, Игорь Владимирович, что у вас есть прекрасные ресурсы, но ни разу не видел про решения про аватаров. Может быть, оно вам и не надо. Но, тем не менее, я вас благодарю, как и всех остальных наших участников, дорогие друзья. Я приглашаю вас в наше сообщество. Вот я его еще раз покажу на экранчике. Вот наше сообщество. Тут уже вступили несколько человек. Пока мы ввели вебинар, нас уже скоро будет 11 тысяч, сейчас 9 тысяч, 10 тысяч 968 участников. Каждую неделю у нас где-то 50 до 100 человек идет прирост. И пишите любые вопросы, то, что вам хочется в этой группе, бесплатно. Спрашивайте, рекламируйте свои программы, свои вузы. У нас реклама не запрещена. Делитесь своими радостями. С вами был я, Юрий Николаевич Белоножкин. И спасибо за внимание. До следующих встреч. Павел. Коллеги, как всегда в конце вебинара, хочу поблагодарить Юрия Николаевича, нашего сегодняшнего ведущего, сегодняшнего спикера. Спасибо всем, кто принял участие в вебинаре за активность и за терпение, за то, что мы все нормально восприняли те технические, небольшие технические трудности, которые возникли. Но, к сожалению, у многих спикеров возникают в силу ряда причин. Интернет есть, интернет непредвиденная стихия. Я надеюсь, что все вы с большим удовлетворением примите участие в других вебинарах Юрия Николаевича, которые еще будут в этом году и не один. Ну и, как всегда, я всех приглашаю на вебинары Директ Академии, которые пройдут достаточно часто. В течение марта почти каждый рабочий день будет проходить вебинар. Следующая неделя у нас будет вообще, можно сказать, чумовая. На ней будет Стас Козловский из Википедии, можно сказать, первое лицо в Википедии. Будет теплица социальных технологий, ну и многие другие. И начнется следующая неделя с вопросов игрофикации. Иван Нефедев будет у нас. Так что у нас со спикерами все хорошо. Очень интересные спикеры. Приходите, слушайте нас. Смотрите, участвуйте. И вам будет интересно. Всего хорошего. До завтра. До новых встреч в Директ Академии. До свидания. Продолжение следует.